Во вторник Тель-Авив нанес авиаудар по военному складу в пригороде Дамаска. Израильские самолеты, находясь в воздушном пространстве Ливана, подвергли опасности как минимум два гражданских самолета, заходивших на посадку в Беруте. Давайте разберемся, что же стоит за периодическими израильскими бомбардировками и почему этот удар, по мнению большинства экспертов, может стать последним. Израильские ВВС уже неоднократно бомбили территорию Сирии. Последний громкий скандал случился, когда сирийские военные обстреляли самолеты, нарушившие границу. Тогда в командование сирийской армии заявили, что в воздушное пространство страны вторглись четыре израильских самолета. Один из них якобы был сбит. В Тель-Авиве данные о потерях во время налета опровергли. Невольным участником конфликта между Сирией и Израилем стала Иордания. Власти страны заявили, что на их территорию упали фрагменты ракет. В заявлении армии Иордании отмечается, что это произошло в результате перехвата системами ПВО Израиля тех ракет, которые были выпущены с территории Сирии по объектам Израиля. Тогда объектом бомбардировки также стали объекты Хезбалы в районе города Пальмира. По данным израильских СМИ, самолеты пытались сорвать поставки оружия боевикам, которые воюют в Сирии на стороне правительства Башара Асада. Сирийской же армии утверждали, что целью атаки стали позиции правительственных войск в районе Пальмиры. И тогда впервые официальный Дамаск также пригрозил Израилю ответными мерами. Но на тот момент израилетяне, кажется, не приняли угроз сирийцев всерьез. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху после ударов авиации еврейского государства по целям в соседней Сирии заявил, что власти страны намерены и в будущем бороться с поставками оружия в Хезбале. По его заявлению, политика Израиля очень последовательна. Когда выявятся новые попытки передать современное оружие Хезбале, Израиль будет действовать на свое усмотрение, чтобы это предотвратить. Стоит упомянуть, что проблем между Дамаском и Тель-Авивом хватает и без Хезбалы. В последние годы израильские ВВС не раз наносили удары по позициям сирийской правительственной армии, которые базируются на границе между странами. Каждый раз бомбардировки были ответом на перелеты снарядов на территорию Израиля. Между странами до сих пор нет двухсторонних дипломатических отношений. Дамаск никогда не признавал существование государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебное государство. Так что же изменилось сейчас и почему произошедший авиаудар многие считают последним? В первую очередь на эту мысль наводит изменившееся поведение вооруженных сил Израиля. В отличие от прошлых бомбардировок, во вторник самолеты F-16 выпустили ракеты во время полета в воздушном пространстве Ливана. То есть они не проникли в сирийское воздушное пространство, как делали это ранее, особенно до получения сирийской армии российских С-300. И причина кроется не только в нынешнем наличии у Сирии русских ракет. Во-первых, несмотря на свою привычку не давать никаких комментариев или полностью отрицать полученный ущерб, израильское военное руководство в этот раз было вынуждено признать падение сирийской ракеты поблизости Хайфы. А это, как ни крути, указывает на низкую эффективность израильских железных куполов, построенных на десятки миллиардов долларов при поддержке США. Так что при продолжении агрессивных действий израилетяне рискуют получить вполне ощутимую ответку от сирийцев. Во-вторых, значительный прогресс наблюдается в эффективности и точности сирийских ракет противовоздушной обороны. Другими словами, израильским ВВС летать в воздушном пространстве Сирии становится как минимум небезопасно. И, наконец, в-третьих, Израиль очень тревожит нескрываемое российское недовольство. Его выразил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков, заявив, что это провокационное нарушение сирийского суверенитета. В его заявлении отмечается, что израильские самолеты выпустили 16 ракет, 14 из которых были перехвачены, а две другие попали в цель – военный склад. Коношенко подтвердил, что бомбардировка совпала с посадкой шести гражданских самолетов в международном аэропорту Бейрута и поставила под угрозу безопасность двух из них. Такая риторика недвусмысленно дает понять, что в случае повторения ударов Израилю, возможно, придется иметь дело не только с Сирией, но и с Кремлем. Пока сложно прогнозировать, каким будет ответ российского государства в связи с этой израильской провокацией. Однако, несмотря на недостаток информации, складывается впечатление, что израильтяне вовсе не горят желанием это проверить. Так что, вполне вероятно, этот удар по Сирии может быть последним выстрелом Тель-Авива.